Телевизионное епархиальное обозрение Три столпа православия, которые своей проповедью о Христе просветили всю Вселенную Пустота в сердце заблудившейся души Освящение часовни святого мученика Иоанна Воина накануне Дня Защитника Отечества Сегодня многие церкви, соборы и храмы Одессы переживают второе рождение Об этих и других событиях в нашем выпуске В феврале Православная Церковь празднует память святых вселенских учителей и святителей Василия Великого, Гория Богослова и Иоанна Златоуста Это три столпа православия, которых Церковь именует учителями Вселенной Установление празднования трём вселенским учителям Разрешило долгий спор среди народа Константинополя о том Кому из трёх святителей следует отдавать предпочтение Каждый из великих святителей казался для его последователей величайшим Отчего среди христиан произошли церковные раздоры Одни называли себя василианами, другие григорианами, третьи ионитами По воле Божией в 1084 году митрополиту Евхаидскому Иоанну явились три святителя И объявив, что они равны пред Богом, повелели прекратить споры И установить общий день празднования их памяти Владыка Иоанн тут же примирил в раздующих и установил новый праздник конца января Месяца, в котором празднуется память каждого из трёх святителей 1 января Василия Великого, 25 января Григория Богослова и 27 января Иоанна Златоуста Он же составил каноны, тропари и похвалы к празднику Святители жили в IV-V веках Это было время столкновения языческой и христианской традиции Уже были указы о закрытии языческих капищ и запрещении жертвоприношений Но сразу же за оградой православной церкви начиналась прежняя жизнь Все еще действовали языческие храмы, учили языческие учителя А в храмах святители изъясняли учения Святой Троицы Боролись с ересями, проповедовали самоотвержение и высокую нравственность Они активно занимались общественной деятельностью Возглавляли епископские кафедры Византийской империи Все три святителя были блестяще образованы Василий Великий и Григорий Богослов Освоив все знания, доступные в их родных городах Завершили образование в Афинах, Центре классического просвещения и Центре язычества Иоанн Златоуст учился у лучшего ритера эпохи Ливания Богословие он изучал у Деодора В последствии знаменитого епископа Тарсийского и епископа Милетия Ко всем троим приложим слова и жития святого Василия Он изучил каждую науку до такого совершенства, как будто не учился ничему другому Необходимо добавить о них и следующее Святой Василий Великий превзошел к книжной мудрости не только учителей своего времени, но и древнейших Он прошел не только всю науку красноречия до последнего слова Но хорошо изучил философию, а равно и постиг ты ту науку, которая учит истинной христианской деятельности Святой Григорий Богослов был столько велик, что если бы можно было создать человеческий образ и столб Составленный по частям всех добродетелей, то он бы был подобен Григорию Великому Просеяв своей святой жизнью, он достиг такой высоты в области богословия, что всех побеждал своей мудростью Как в словесных спорах, так и в истолковании догмата веры Поэтому он и был назван богословом О божественном Затаусте по справедливости можно сказать, что он превзошел всех елинских мудрецов разумом Убедительностью слова и изаществом речи Божественное описание он изоснил с толкованием подражаемо Равным образом добродетельной жизни и боговидении он далеко превзошел всех Он был источником милости и любви, был исполнен ревности и учительства Эти три столпа православия, которые сияли в эпоху язычества, несли Слово Божие в период гонений За что и сами подавались ним Дали нам яркий пример того, как нужно прожить свою жизнь Жизнь, которая будет связана со Христом Как сказал апостол Павел, никто нас не может отлучить от Бога Ни человек, ни ангелы, ни настоящее, ни будущее, ни глубина, ни высота И эти три святителя доказали своей жизнью его слова Величайший подвиг этих вселенских учителей Неописуемо их наследие Наследие не только видимое, их творение Но их величайшая молитва Молитва всем мире О них пишут диссертации Их, в честь их созидают храмы Их подвиг не описуем Будем всегда, дорогие братья и сестры Почитать этот величайший день В день оптимизма, веры и торжества православия Храни вас Господь Всего Господа При темпе современной жизни Ежеминутном круговороте событий Человек постепенно забывает главное свое предназначение Теряет огонь, который Бог зажег в сердце каждого из нас И враг рода человеческого Тут же заполняет грязью пустоту в сердце заблудившейся души Какие же мы имеем ценности жизни? Во что превратились наши идеалы? Зачастую мы называем себя христианами, не имея в себе Христа В первые века христианства дьявол действовал на религию внешне Пытаясь уничтожить ее Воздвигая ожесточенные сердца язычников на христиан Убивая их Но тем самым пролитая кровь бросала семя в землю, давая плоды Видя их мучения, многие люди приходили к Господу нашему Иисусу Христу Потом же наступили годы советских гонений Когда закрывались и разрушались храмы Людям запрещали верить Но кто же сможет отлучить нас от любви и веры в Бога? Никто, кроме нас самих И тогда люди, видя борьбу власти с церковью Все больше убеждались в истинности того пути, которому нас ведет Святая Православная Церковь Сегодня отец лжи и сын погибели выбрал новую и очень коварную тактику Постепенно нас уничтожают нравственно, заражая изнутри общество и наши души Нас ловят в сети и мы, сами того не замечая, становимся рабами греха, распространяя его как нормальный образ жизни В наше время среди молодежи считается, что верить и быть христианином уже давно не модно Религия для глупых и слабых Эти лозунги звучат все чаще в разных источниках информации Упадок нравственности влечет за собой болезни, наркоманию и различные преступления А все из-за того, что уже давно не хватает христианского воспитания в обществе, истинной любви Истинного христианского образа самих христиан Люди стали забывать, что такое настоящая любовь Люди стали забывать, что такое семья, что такое доверие, что такое любовь к ближнему И все это ведет к полнейшей деградации и вымиранию общества То, что еще совсем недавно называлось эгоизмом, беспринципностью и подлостью Теперь гордо именуется умением жить Идет очень сильная пропаганда греха, миром правит сатана И ему очень не нравится, что свет Христов пытается осветить людям путь к спасению Грех становится нормой нашей жизни Нашим раем становится ад Но как же нам бороться? Что делать? Как нам, людям грешным, но в которых Господь по своей милости Насадил семя спасения, не потерять его И попытаться изменить хотя бы чуть-чуть этот мир Как других привести к этому кораблю спасения Который по всем бурям греховного мира и штормам отвезет нас в целости и сохранности К спокойной гавани Христовой Душа человеческая, по словам Отца Церкви Тертулиана По природе своей христианка Что же это значит? А значит это то, что Господь вложил в каждого человека с рождения Христианские морали и ценности Из самого рождения Он начинает стремиться к реализации заложенных создателем свойств Любви, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости, воздержания Но неокрепшая душа зачастую под тяжелыми ветрами и злобами мира сего Теряет то направление, которое было заложено от рождения на сердце его Чтобы спасти мир, мы должны спастись сами Ибо так просветится свет наш пред людьми Что увидят добрые дела наши и прославят Отца нашего, который есть на небесах Потому что мир это огромный часовой механизм И каждый человек это неотъемлемая деталь Если одна деталь перестанет правильно работать То и другая рядом с ней в скором времени начнет ломаться Но если же деталь работает изрядно То заводит и другие и толкает их Так и мы должны ежедневно трудиться над уничтожением в себе страстей и пороков Это трудно, но увидев наш труд, Господь начнет нам содействовать И помогать, чтобы мы пришли к спасению Все люди приходят в этот мир совершить что-то хорошее И интуитивно человек знает, что хорошо, а что плохо Но, к сожалению, на жизненном пути могут встретиться страшные вещи И он собьется с пути добра на путь разрушения Большинство людей за свою жизнь совершили хоть один поступок, направленный на помощь другим людям И гораздо меньше людей совершили какие-либо злодеяния Но даже человек, совершивший злодеяния Когда осознает, что он сделал Имеет шанс вырастить христианство в своей душе Через терпение, принятие, веру и познание Если каждый из нас начнет нести больше добра в мир Любить друг друга, любить всех, кто его окружает Относиться с пониманием Во-первых, станет намного лучше наш мир внутри Потому что свет Христовой любви начнет согревать наши души И тем самым мы начнем согревать весь мир вокруг нас Зажигая сердца людей и освещая своим светом мир, который во тьме лежит Накануне 23 февраля, Дня защитника Отечества На территории учебно-бытового корпуса Одесского государственного университета внутренних дел Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский Осветил часовню святого мученика Иоанна Воина Это событие вошло в историю вуза И стало важной вехой в духовной жизни студенчества И преподавателей университета Казалось бы, совсем недавно на территории учебно-бытового корпуса Одесского государственного университета внутренних дел Была совершена закладка часовни святого мученика Иоанна Воина И уже сегодня очень символично В канун Дня защитника Отечества Она освящена высокопреосвященнейшим владыкой Агафангелом Митрополитом Одесским и Измаильским И призвана стать духовным маяком для всех, кто верит и возносит свои молитвы к Всевышнему Защитники Отечества более чем кто-либо другой нуждаются в поддержке свыше Ведь в их профессии столько опасностей В том числе и для души Бог в сердце воина должен быть всегда Святый мученик Иоанн Воин жил в 4 веке, наверное, вы все знаете Служил в войсках императора Юлиана к согрелению отступника Который был язычником Старался преследовать христиан Иоанн Воин служил в его корпусе Впоследствии осознал, что он совершает недобрые дела Он стал тайно помогать тем воинам, христианам Которые направлены в одну из стран Он увидел то намерение императора Которым он хотел бороться с христианами прежде всего И он перешел на сторону верующих людей Старался защищать, помогать, предупреждать Останавливал тех, которые хотели уничтожать Я думаю, он сегодня вошел в эту часовню И отныне он будет помогать всем Кто будет сюда заходить Для того, чтобы получить знания Для того, чтобы совершать дела на благо нашего земного Отечества Помогать сохранять гражданский мир, спокойствие Совершать все для того, чтобы в нашей стране был порядок, правопорядок И чтобы здесь уживались все нации и народности Чтобы каждый себя чувствовал полноправно гражданином нашего земного Отечества В канун 23 февраля и в честь освящения часовни Высокопреосвященнейший владыка Агафангел Митрополит Одесский-Измаильский Вручил ректору, преподавателям и курсантам благодарственные грамоты И в своей речи поблагодарил каждого, кто принял участие в благом деле В изведении этого столь значимого духовного маяка Уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие Я хочу поблагодарить владыку за то, что он оказал нам большую честь Благословил нас, открыл эту часовню Я думаю, это будет на пользу всем нам Низкий поклон ему И мы будем служить себе правдой и верой Но обратимся к простым ребятам, молодым юношам-курсантам Что изменит в их жизни появление часовни святого мученика Иоанна Воина? Вообще, святой мученик Иоанн, он помогает в расширении таких вещей Загубленных, выкладных И оно до профессии очень опасно, что можно помолиться, если верить И он поможет в защите этой вещи Тут можно собираться компанией, погреть на какие-то духовные темы Почтать Иоанн, любые каноны То есть есть где собираться У каждого, наверное, своя причина У кого-то, может, какие-то проблемы, у кого-то какие-то болезни Люди всё равно будут приходить ставить свечки за здоровье За, может, чей-то упобой Чтобы оставаться объективным, честным И перед собой, и перед народом, и перед Богом Магия Магия Какое тревожное слово Когда человек слышит о ней, его сковывает страх Потому что с ней ассоциируются тёмные силы Силы, которые способны погубить душу человека Но есть люди, которые постоянно занимаются ей И приходят за помощью к ним даже те, кто считают себя христианами Они хотят сверхъестественным путём получить ту или иную информацию Забывая о том, что Бог запретил заниматься волшебством Указав, что колдуны Царства Небесного не наследуют Почему магия считается таким тяжким грехом, который ведёт душу в ад? Об этом в нашем сюжете К разряду греху против первой заповеди принадлежит волшебство Когда люди, оставив веру в силу Божию Верят тайным и большую частью злым силам тварей В особенности злых духов И стараются действовать ими Таким образом, в грехе волшебства Виновен и тот, кто верит в тайные силы тварей И тот, кто сам действует этими силами Волшебство есть у нас одно из наследий наших предков Наши предки, когда ещё были язычниками Верили в разнообразные силы природы Всё, что их окружало Деревья, камни, ручьи, болота, озёра, животные Всё это в их воображении представлялось живым, одушевлённым И так как эти предметы или приносили им вред Или доставляли благо То не имея ясного представления о Боге Верховном Правителе Мира Видели в этих предметах богов то добрых, то злых Они чувствовали над собой силу этих богов И не имея возможности защитить себя от них Прибегали к разным лицам Которых называли колдунами, знахарями, кудесниками И просили их помочь им в борьбе с таинственными силами природы Так укоренилась вера в колдунов, которая выражалась в разнообразных волхованиях Постепенно волшебством опутана была вся жесть славянина-язычника Он не мог шагу ступить, не прибегая к участию колдунов Особенно сильно это участие проявлялось в важнейших событиях жизни При свадьбах, при похоронах, при болезнях, при отправлении в путь При случаях смерти, при разнообразных встречах с незнакомыми людьми И эта вера в колдунов не уничтожилась с принятием христианства Прошла тысяча лет с того времени, когда святой Владимир просветил русскую землю Светом Христового учения, а волшебство не уничтожилось Оно еще владеет умами жителей и городов, и сел, и деревень Там еще и доселе верят колдунам, боятся их, стараются разными способами задобрить их Не чужды этого греха и образованные люди А также христиане, прибегающие к ворожбе, гаданиям, занимающиеся вызыванием умерших и так далее Но возникает вопрос, почему люди идут к ним, а не в церковь, чтобы там попросить у Бога помощи? Ответ очень прост Человеку не хватает терпения Он не хочет ждать, ему надо все и именно теперь Приходя в храм, он сразу хочет, чтобы Бог ответил на его просьбы, на его молитвы Но Владыка мира ждет от нас терпения Душевной молитвой, чтобы мы пробудили свою душу от греховного сна И часто людям просто не хватает того терпения, о котором однажды сказал Господь Терпением вашим спасите души вашим Обращается к волшебникам великий грех Сам Бог через пророка Иеремию говорит следующее о тех людях, которые обращаются за помощью к волшебникам Не слушайте волхующих вам, ни чарований ваших, ни обаятелей, як лжу прорисают те и вам А святые отцы и правила святых соборов отлучают от общения церковного, как самих волшебников, так и тех, которые ищут у них помощи Вот что сказано о таких людях в правилах вселенских и поместных соборов Предающиеся волшебникам, дабы узнать от них, что хотят им открыть, согласно с прежними отеческими о них постановлениями, да подлежат правилу шестилетней епитемии И святой Василий Великий учит Облакогонители, гадатели подлежат шестилетней епитемии Закосневающие всем извергаются из церкви Покаявшиеся в волшебстве подлежит епитемии Правила святой церкви называют их идолослужителями, скверноубийцами и льстецами Чародеи и волшебство, творящие суть, идолослужители и скверноубийцы, суть вси и лгуны произволением Вообще волшебство отдаляет нас от света Христовой истины, от послушания Святой Матери Церкви, стесняет нас нашей деятельности, ослабляет нашу веру в промысл Божий, в силу молитвы христианской, ослабляет нашу надежду на представительство святых угодников Божиих, одним словом, держит нас ваковых язычеством Все это побуждает христиан чуждаться этого жалкого наследия языческих времен, потому что этот грех убивает нас в веру нашего Спасителя, который пострадал за нас на кресте, тем самым спас нас от ангела тьмы Но Бог всегда ждет нашего покаяния, стучит в двери нашего сердца и, по словам Священного Писания, хочет войти и обитель сотворить Сегодня многие церкви, соборы и храмы Одессы переживают второе рождение В периоды народных волнений, а затем правления советской власти, больше всего пострадали именно церковные сооружения Многие были разграблены, перестроены, разрушены частично или полностью Одним из таких храмов, воскрешенных практически из пепла, является Церковь Святой Марии Магдалины И сегодня физически возрожденная церковь строит храм в душе прихожанина Субтитры создавал DimaTorzok Меня зовут Галина Я уже более 10 лет являюсь постоянной прихожанкой храма Марии Магдалины В эту церковь привела меня моя мама Василиса Покойная Она была дочерью священнослужителя И это передавалось в нашей семье с годами от человека к человеку В этой церкви венчался мой сын Здесь крестили моего внука И постоянно все радостные и горестные часы жизни нашей семьи Мы приходили в эту церковь, дабы помолиться, покаяться, поблагодарить Бога За все, в чем Он нам помогает Попросить прощения за наши грехи Когда я прихожу в храм, в первую очередь, я мысленно обращаюсь к Господу, к Иисусу Христу И прошу всех помочь мне в моем обращении Также прошу помощи, когда мне нужно покаяться перед Господом Чтобы мой ангел-хранитель помог мне тоже в этом Прошу помощи у всех перед всеми иконами Я благодарю при каждой жизненной удаче или хорошей радости, новости Я подхожу к иконам и благодарю за то, что Бог послал мне эту радость За то, что Бог помогает мне прожить в настоящее время С его поддержкой и милостью Божией Что ранее, когда я слышала, что храм помогает человеку обрести веру в Бога, в себя, в свои силы Я к этому относилась скептически Оказавшись в очень горестном состоянии, потеряв всех родных Я вынуждена, я обратилась к церкви, как делают это многие другие К сожалению, нужно было это сделать еще с молодым Но так уж случилась моя жизнь И теперь на собственном опыте я убедилась в том, что Святая Церковь – это не просто храм, это храм Божий Потому что что бы ни было у тебя в жизни, что бы ни было у тебя на душе Ты, постояв на литургии, приняв, исповедавшись в своих грехах Приняв святое причастие, уходишь домой с огромным облегчением И кажется, как будто бы нож какой-то себя снял Настолько здесь такая благодать, настолько сила Божия Бог слышит, все иконы, все способствует тому Что человек отсюда уходит, очищенный душой Мое отношение к людям намного изменилось Я раньше, не задумываясь, отвечала на резко А сейчас как-то контролируешь себя Думаешь о том, что ты говоришь, чтобы не обидеть человека Направить его правильно, дать ему хороший совет от всей души Не злиться, если даже тебя кто-то обидел Очень большие изменения произошли, душевные, в характере Ведь я совершенно не была такой Я даже удивляюсь, как у меня это получается Вместо того, чтобы разозлиться, улыбнешься и даже скажешь спасибо В нашу церковь стало очень много ходить молодежи Не только пожилых людей, молодежи А сколько деток Ведь приходят же в воскресную школу Дедочек очень много Каждый раз на причастие таких крошечек несут Начиная от рождения и сколько там уже есть лет Все приходят, стоят на службе Причащаются регулярно Не от случая к случаю, а регулярно Массово регулярно Массово регулярно Вот это нужно подчеркнуть Это огромная заслуга отца Вячеслава Наш выпуск подошел к концу Творческий коллектив православного проекта Телевизионное и прихиальное обозрение Прощается с вами О новых событиях в жизни Одесской епархии Вы сможете узнать уже через неделю В нашем следующем выпуске Всего вам доброго Редактор субтитров А.Семкин